А тем временем казахстанские теннисисты прорвались в четвертьфинал мировой группы Кубка Дэвиса. Отечественная сборная вырвала безоговорочную победу из рук сильнейших соперников швейцарских теннисистов. Как проходило противостояние, расскажет Арай Тимирханова. Молодые, энергичные, но неизвестные. Для казахстанских теннисистов нынешний состав сборной Швейцарии словно темная лошадка. Хотя явное преимущество наших спортсменов тяжело было не заметить, капитан команды не спешил расслабляться. Отсутствие в сборной оппонентов Федерера и Вавринки никак не повлияло на настрой наших мастеров ракетки. В первый же день Дмитрий Попко показал фантастический теннис и одержал неожиданную победу над Генрием Лаксоненом. Вторая встреча также оказалась в копилке сборной Казахстана. Михаил Кукушкин разгромил 22-летнего Адриана Бодмира. Ну и жирную точку в противостоянии с швейцарцами поставила пара Недовесова и Хабибулина. Швейцарцы бились до конца, до последнего очка. Они ничего нам не дарили, да, и мы сами должны были зарабатывать, работать, терпеть, показывать характер. И я рад, что наша команда проявила характер в самые сложные моменты. Это самое главное. Этим и отличаются настоящие игроки. Таким образом, хозяева корта досрочно вышли в четвертьфинал мировой группы Кубка Дэвиса и взяли реванш у команды Швейцарии. Стоит отметить, что последняя встреча с этим соперником прошла в 2014 году и закончилась для нас поражением. Когда играешь за команду, то ты выигрываешь со своей командой. И не хочется, чтобы, когда ты проигрываешь, потому что команда тоже переживала. И ты как бы приносишь поражение. Всегда хочется приносить только победу. С 6 по 8 апреля Казахстан будет противостоять сборной Хорватии. Уже через два месяца станет известно, смогут ли казахстанцы пробиться в полуфинал элитного турнира.